МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...какие-то свои истории и, может быть, предложить послушать те или иные песни, отрывки из фильмов. Собственно, контент вот этот визуальный, который сегодня наполняет нашу программу, это предложение пользователей живого журнала, за что вам большое спасибо. Тем не менее, настаиваю на прямом эфире 744-01-01. 744-01-01. Как вы расставались или как расставались ваши друзья? Может быть, кому-то эта история будет полезна. Так вот, письмо от пользователя Ляка ДД. Есть еще песня Агаты Кристи, я на тебе как на войне, тоже про расставание. Окей, спасибо. Или у того же Цоя, закрой за мной дверь, я ухожу. Вот, кстати говоря, это маленький офф-топ, это не о расставании. Виктор Цой, да, легенда, герой 90-х, герой 80-х, начало 90-х. Смотрите, вроде бы такой уверенный в себе парень, да? Вроде бы такой надежный. А песни-то какие? Закрой за мной дверь, я ухожу. Уходи, ну оставь мне свой номер, мы ее цитировали. Восьмиклассница, это не про любовь. Малыш, малыш, ты меня волнуешь, но не могу, не могу. У Виктора Цоя совершенно нет песен о любви. Нет. Вот это странно. Земфиру сейчас называют, это сегодняшний Цой. У нее все песни о любви, в том числе о расставании, пронзительные, болезненные, без кожи, сплошные нервы. А у Цоя, у Цоя, как ни странно, не было. Однако я продолжу. Наверное, главное оставаться людьми, как-то так. И расстаться ими же. А вообще есть такая история, пишет девушка, когда одна девчонка после печального расставания попала в психиатрическую лечебницу. Лежала там, страдала. А потом вошла одна нянечка и сказала ей, детка, детка, 90% женщин, которые тут лежат, попадают сюда из-за несчастной любви. А из мужчин? Никого. Девушка после этого так разозлилась, что выздоровела. Не знаю, к чему это, но тоже дает повод задуматься, мне кажется, пишет Ля КДД. Я вот что скажу вам в ответ. Мужчины, когда они плачут, мы мужчины. Я, Саша, аккордионист. Мы же делаем это тайком. Ну, серьезно. Ведь никто не любит мужчин-тряпок. Мы не можем себе этого позволить. Поэтому психбольница – это не про нас. Мы страдаем дома. Однако Ля КДД продолжает. Ой, я еще подумала, что все расставания – это очень светлая вещь. Потому что это в любом случае приобретение опыта, новых перспектив, красивой и достойной грусти. И если это понимать, не бояться, то никто не будет попадать ни в какие грустные больницы. И как здесь не вспомнить Габриэля Гарсия Маркеса, который говорил, не надо плакать из-за того, что что-то закончилось. Нужно улыбнуться из-за того, что что-то было. Это же наш совместный опыт. Просто один в один ваши слова. «Остановитесь здесь», – сказала она шоферу. Это мы видели. Мы затормозили у обочины, тротуара в испанском Гарлеме. Дикое угрюмое место, разукрашенное афишами. Холли вылезла из машины. Кота она взяла с собой. Баюка его, она почесала ему за ухом и спросила. «Как ты думаешь, пожалуй, это самое подходящее место для такого бандюги, как ты? Мусорные ящики, пропасть крыс, масса бродячих котов. Чем тебе не компания? Убирайся», – сказала она, бросив его на землю. Когда кот не двинулся с места и только поднял к ней свою разбойничью морду, вопрошающий глядя с желтым пиратским глазом, она топнула ногой. «Сказано тебе! Мотай!» Он потерся о ее ногу. «Сказано тебе! Уйо!» Труман Капот не стеснялся в выражениях. Крикнула она и потом прыгнула в машину, захлопнула дверцу и приказала шоферу. «Езжайте, езжайте!» Я был ошеломлен. «Ну ты и стерва!» Мы проехали квартал, прежде чем она ответила. «Я ведь тебе говорила, мы просто встречались однажды у реки, и все, мы чужие! Мы ничего друг другу не обещали! Мы никогда!» – проговорила она, и голос у нее прервался, а лицо пошло судорогой, покрылось болезненной бледностью. Они вернулись за котом, она бегала, носилась вдоль квартала, причитая «Кот! Где ты? Кот! Кот!» Это продолжалось до тех пор, пока не появился покрытый с ссадинами мальчишка, держа за шиворот облезлого кота. «Тетя, тетя, хочешь хорошую киску? Дай доллар!» Лимузин поехал за нами, холила, позволила отвезти себя к машине. «Господи, какие же мы чужие! Он был мой!» «Тогда я дал ей слово, я сказал, что вернусь и найду ее кота, и позабочусь о нем! Обещаю!» Она улыбнулась невесело одними губами. «А как же я?» – спросила она шепотом и опять задрожала. «Мне страшно, милый?» «Да, теперь страшно, потому что это может продолжаться без конца, и ты не узнаешь, что это твое, пока не потеряешь. Когда на стенку лезешь, это ерунда! Толстая баба – ерунда, а вот во рту у меня так сухо, что хоть умри, не смогла бы плюнуть!» «Водитель, поехали!» Холли Галайтли уезжает, и уезжает навсегда. И главный герой книги говорит, что она не оставила адреса, а мне так хотелось ей написать, и хотелось рассказать ей о коте, потому что я выполнил свое обещание, я его нашел. Для этого мне пришлось неделями бродить после работы по улицам Испанского Гарлема. Не раз передо мной вдруг мелькал тигровый мех, а потом оказывалось, что это ложная тревога. Но однажды зимой в холодное солнечное воскресенье я на него наткнулся. Он сидел среди чистых кружевных занавесок между цветочных горшков в окне уютной квартиры. И я спросил себя, какое имя ему дали. Я был уверен, что имя у него теперь есть, что он нашел, наконец, свое место. И будь то африканская хижина или что-нибудь другое, надеюсь, что и Холли тоже нашла свое место. Так заканчивается книга. А вовсе не так, как фильм на этой концовке настояли голливудские продюсеры. Фильм завершается расставанием. Но каким красивым расставанием, согласитесь. 744-0101. В ожидании звонков я читаю ваши письма. История расставания моей жизни пишет княжна. И привет нам с вами из Риги. В Риге тоже есть обладатели пакетов НТВ+. И нас смотрят за границей. Жили полтора года вместе в огромном трехэтажном доме его родителей. Казалось, любили друг друга до бесконечности. Хотели прожить вместе до самой старости. А потом растеряли всю нежность друг к другу. В дорожных пробках, дожде, починке крыши, мытье посуды, проблемах с родными и близкими. В один вечер я поняла, что просто ненавижу его. Следующим утром, когда он уехал на работу, я собрала все вещи. И уехала домой к маме. Просто собрала все, что смогла унести и уехала. И месяц он не звонил вообще. Я плакала, ненавидела себя, ждала. Потом все прошло. И тут внимание. Он в течение трех лет возил мне по одной вещи, которую я оставил у него дома. Через полгода он привез мне часть моих книг. Штук 15. Еще месяца через три он привез мне мою блузку. Еще через 4-5 месяцев все закончилось. Закончилось. Дождь. Оптимистик чанел. Смотрите в базовом пакете НТВ+. Смотрите в базовом пакете НТВ. Смотрите в базовом пакете НТВ.